А сейчас о по-настоящему талантливых, хотя еще и очень юных тверичанах в правительстве Тверской области назвали имена обладателей стипендий имени Лемешева и Андреева. Поощрение присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов школ-училищ от 10 до 25 лет, которые добились успеха на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Размер ежемесячной стипендии имени Лемешева для студентов Государственной профессиональной образовательной организации составляет 5000 рублей, а для учеников детской музыкальной школы – 3500. В будущем учебном году их будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Тимофей Кудрявцев и воспитанница детской музыкальной школы при том же колледже Варвара Лазуткина. Хорошо, что наши дети сегодня настолько профессионально владеют этим музыкальными инструментами, сохраняют память о таких великих людях, как Лемешев, Андреев, потому что конкурсы эти, которые вокальные и, соответственно, инструментальные – это наша музыкальная история, наша культура, культура России. Такие же суммы – 5,5 тысячи рублей – составляет размер стипендии имени Андреева. Ее также получают ученики в профессиональных образовательных организациях и школах. В новом учебном году ее будут удостоены студенты колледжа имени Мусоргского Кирилл Холоднов, Арсений Быстров, Виктория Воробьева и Елизавета Борисова. Воспитанники детских школ искусств имени Андреева в Твери и Бежеске – Александр Бегунов, Варвара Минеевцева и Милана Иванова. А также ученики Киморской школы искусств номер один Олеся Тодоренко и Аким Козин, а кроме того Тверской школы номер два – Дарья Кузнецова. Не забыли власти Верхневолжи и о педагогах. Подтвердили предложение Министерства образования по нашим лауреатам премии работников детского дошкольного образования и учителей года, что, конечно, радует, что это все муниципальные образования, не только город Тверь, где, конечно, очень высокий уровень подготовки учителей, но и часть районов. Теперь власти региона ждут, что педагоги музыкальных образовательных учреждений смогут достойно выступать не только на областном, но и на всероссийском уровне. И для достижения хороших результатов правительство Верхневолжи намерено оказать им всемирную поддержку.